Ежегодно, прежде чем Дед Мороз обходит дома маленьких горожан и дарит им подарки, он приезжает в городские больницы и поздравляет тех ребят, которые по состоянию здоровья вынуждены встречать праздник вне дома. В этом году Снегурочка, Зимушка, Зима и Лесные Зверята поздравили детей со всех девяти педиатрических отделений областной клинической больницы. Это их очень взбодряет в эту минуту, очень хорошая моральная помощь. Им весело, приятно, скорее всего, как для нас это неожиданность. В больнице такое, это здорово. Мария – организатор и идейный вдохновитель этой акции уже 8 лет. Однажды она сама с ребенком попала в больницу накануне праздника и поняла, маленькие пациенты, как никто, нуждаются в чуде. Теперь ежегодно команде волонтеров представители различных организаций приносят подарки. Они и достаются больным ребятам. Мягкие игрушки дети забирают домой, развивающие игры остаются на отделении. Когда длительное лечение, особенно в гемоотделениях, когда они находятся здесь, родители же не могут принести с собой все, чтобы им создать хорошие условия, поиграть, развлечься, отвлечься от этих болезней, от боли, как они переносят. Это же и операционные детки в том числе. Я думаю, это очень актуально. Выиграть приз мог любой маленький пациент. За несколько дней до концерта организаторы дали детям задание – придумать новогоднюю загадку. Тот, кто не боится рассказать ее дедушке Морозу, получает мягкую игрушку. Между стосям, между елок, прибегали сто иголок, сто иголок и бесты, едут яблок и бесты. Вместе с волонтерами ребята написали список вещей, которым они будут не рады в следующем году. На первом месте оказались болезни, затем двойки, невкусная каша, родительские упреки и, как ни странно, кризис. Написанные проблемы были с радостью уничтожены в ходе представления. О туману желаний, созданному на шоу сумасшедшего профессора, дети смогли загадать самое сокровенное. Как дедушка Мороз, в первую очередь, хочется пожелать то, что нельзя положить под елку – это, конечно же, здоровье. И всем в новом году хочется пожелать, чтобы каждый день жизни был наполнен новогодним настроением, новогодним чудом. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.